Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы совместно с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко хотим показать ряд выдающихся партий одного из сильнейших гроссмейстеров мира по русским шашкам Марадуло Амрилаева. Вот информация о нем, вкратце можете посмотреть. Титулы его. Титул, можете поставить видео на паузу, почитать внимательно. Вот фото. Евгений? Приветствую, Олег. 5 мая наш друг Марадуло Амрилаев отмечал свой юбилей, 50 лет. Является одним из сильнейших шишек в современности. В русской шашке международная, кстати, лучший нано-командный игрок мира. Однократно за себя я показывал так. Посмотрим, делает его красивых техничных партий. Русские шашки. Партия Амрилаев-Загуляев-Кишинев, 89-й год. Опроверг там он целую систему в дебюте «Новое начало», да? Выпала такая двухходовочка, короче, известный дебют. Белые захватывают центр, атакуют. Да, черным надо играть аккуратно с целью окружения, да? С4 подходим, значит, B2, GF6, CD4. Нападение белых. Видно, что закрываться нельзя от CB6 из-за выгодного размена, да? Да. Мотивчик такой, да? Поэтому черные аккуратно сдерживают давление белых, да? У белых отличная позиция в эту секунду, но расслабляться нельзя, потому что если сырать по инерции, скажем, развернуть центр хода на ДЦ3, уже можно после ВЖ7 сразу проиграть неожиданно белыми, да? Поэтому мы играем аккуратненько БЦ3. Позиция известна, насыщена своими идеями. Допустим, на вскидку быстренько покажем такие варианты. Скажем, АЖ7 сюда 4. Если пытаться охватить, неудачная тема охвата, потому что белые свой центр развернут быстрее, да? И на такой естественный ход, кажется, вся игра впереди. Очень такой необычный скрытый ударчик. И с аккуратным выигрышем белых, да? Я не знал этого варианта. Это второстепенный вариант, конечно, второстепенный, так? Значит, еще там симпатичная идея в этой системе есть. Если бы, скажем, поменяться в эту секунду ЦБ4, да? Там, ДЦ7, БА5, ЖФ6, то неожиданное оживление игры, возможно, ходом АБ4, да? И нельзя забирать шашку из-за контур удара ЦБ2 и ФЖ3. Красиво. Так, да. Или, допустим, кроме этой хитрой идейки, есть такая типовая идея ЦБ2, и нельзя играть ДЦ5 из-за сквозного удара еще дедушка Воронцова, там, начало, там, 20-го века. Шкала, да, знаменитая партия. Так, хорошо, да, но системы эти были известны, да, поэтому Загуляев, мастер, значит, сыграл точным ходом ДЦ7, допустим, сдерживая белых, ЦД4, АЖ7 и ЦБ2, точный ход, не дающий же Ф6, да? И вот раньше считалось, что вполне можно сыграть и ЕФ6, в принципе, там, старый анализ Купермана, но Амрилайф его на месте убедительно опроверг. Раньше применяли ход БЦ3, там, с такой ловушкой типовой, там, что нельзя играть ЦБ6 из-за такой изящной жертвы, короче, там, и с выигрышем белых, да? Но потом это все, наверное, вариант, значит, там, расписали на последние шашки, да, там, после БЦ3 показали четкую ничью. Кстати, вот, сейчас покажу еще раз, тоже варианты Старо Купермана, все-таки после ФЕ7 есть точный ход БА7, да? И не так все просто в этой ситуации. Такая, возможно, обманчивая позиция. Шашку забирать нельзя, но, возможно, вот такой вот хитрый вариант. Черные, кажется, что идут в дамки, да? Беспрепятственно. Нет, и дамки нельзя из-за ударчиков, конечно, там, да, значит, черные связывают ЦБ6, думая, что связка такая необычная, сильнее для них. А белые носят оригинальный удар такой. Это черные, конечно, видели, нападают, я говорю, с выгодным расположением черных. А тут скрытый удар такого типа. Один ударчик бьют, а потом еще и второй ударчик красивый, да? Вот это старая анализ Куперманова. Так, ну, в партии была крыта, все гораздо проще, прозаичнее, там, и гораздо техничнее. Амрилаев нашел быстрый выигрыш, оказывается. После ВВ6 не нападет ДЦ3. Только тут что-то черные заподозрили, что ходить некуда особо. ФЕ7 Д2, держим ситуацию, не выпускаем, да? Шесть сюда. И на ЦБ6 изящная жертва получилась, так и белые выиграли. Да, классическая жертва. То есть, видите, друзья, разрыв черных по флангам. Да, красота. Так, хорошо. Следующая партия, когда сгибает... Это Марадуло Амрилаев нашел прямо во время партии, да? Да, да, да. То есть все годы, в 80-е, в конце 90-е, он играл очень сильно. Кстати, Амрилаев является первым чемпионом мира, официальных чемпионатов мира на малой доске, получается. Это было в Пинске в 1993 году. Он занял первое место тогда впервые. Очень символично, что добирался он до места соревнований с большим трудом. Дорога заняла около трех суток тогда. В те годы 90-е, лихие там, да? Из Таджикистана добираться там через Россию, Беларусь еще и так далее, да? Там далее. Вот, следующая партия двух титанов, значит, Амрилаев, Токусаров из Международного турнира была такая целая эпоха в истории Международного турнира «Маг» в городе Электросталь. Мало кто знает, что под аббреватурой «Маг» скрывается фамилией спонсоров турнира Мартиросян, Айропетян и Габриэлян. Ну, конечно, не так все просто. Вот, партия двух гигантов, значит, Амрилаев, Токусаров, да? С4, БА5, значит, ФЖ3, ДА5. Известная двухходовочка, еще увезенная Николая Васильевичем Бациевым, да? И белые атакуют вот таким путем, ЕД-4, то есть перспективный вариант за белых, да? Аб-4 еще есть ход, да, по-моему? Ну, может быть, но Аб-ЕД-4 точнее. Ажж5, ДА-3, пока система такая традиционная, да, и надо ослаблять давление белых центра и разменяем именно ЖФ-4, а то Кусаров решился верать на неоправданное окружение. Тут это фокус не проходит. Аж4 ход пассивный, потому что белые развивают реально очень мощную атаку. Значит, ЖФ-4, контролируем ситуацию, да, и охват, похоже, черным не удается. Значит, на Аб-6 мы именно с разменом разбиваем. На Е-5. То есть убиваем игру черных, не даем зацепиться ни одной шашки на борту, да. И играть просто становится нечем, видите? То есть такой свиток в центр неуклюжий, но оказывается, сил для сдерживания у черных не хватает, да? Б-7 Аб-2, Ф-Е-7, значит, Б-Ц-3, центр сильнее. Ф-Е-7, Б-Ц-3. Пора уже развязывать игру, а связка невозможна будет, иначе белые захватят поле Б-4 А-5. То есть приходится как-то поманяться хотя бы таким вот путем, да. Ну, подбрасываем силы, то есть тут даже особо думать не надо, да. И пошла вот решающая тема. Е-2, пора вводить в игру именно эту шашку. Все, значит, да-да-да, то есть Е-2 такой четкий, точный ход, значит. Закончил все снижачно, да, кстати, обманчивая позиция так немножко, да, то есть на вид кажется, что все-таки охват какой-то черным удается, да? Ну да, что-то есть вроде бы. В-3, допустим, а вот и не удается, ведь на Д-Ц-5 же, значит, что сводится к партии, да, что и Д-6, что Б-5 примерно одно и то же, допустим. Ж-2 оказывается, охват не в пользу, не в пользу получается черных. Еще, по-моему, ход Д-Ц-5 был возможен после А-Ж-3, там жертва, но пошел Б-5 и очень техничная реализация получилась, да? Не через поле Ц-5, а через поле Е-5 именно такое усиление. И на Ц-7 такой изящный штришок, опа. Да, и так далее, то есть Эмир Лаев выиграл. Не особо эффектно, но очень техничная партия, да? Еще очень-очень хорошую техничную партию Эмир Лаев выиграл в своем звездном чипанате в мире 93-го года в Пинске у мастера Владимира Бельевского из Беларуси. Выпала вот такая двухходовочка, значит, белые атакуют традиционно. Наверное, Б-5 сильный, Ж-4 неплохо, да? Ну, в партии было и Б-5. И черные очень пассивно стали играть, отдали все, что можно. То есть надо было хотя бы Б-7 там с контрюрой, допустим, еще. Ж-4, да. Это очень пассивный ход, крюча сюда-сюда, то есть. А-Ж-7 и Б-2, то есть белые стоят идеально просто, да, и не дают черным, допустим, развернуться из-за простого встречного ударчика от С-6 и Е-4, да? Известный мотивчик. То есть приходится идти на очень пассивную позицию каким-то таким путем. Ну, заблокировали полностью. И самый последний нюанс. Если закрыться сейчас, то разменами Д-6 черные еще могут отскочить как-то там, да? Б-3. Б-6 или Ц-Б-6. Именно Б-3, вот убивая последнюю опорную позицию. Показывал ты эту партию на стриме, да? Да-да-да. То есть черные это видели и думали, что они с центра белых удержат Ц-Б-6, но Ф-Е-5, кажется. И Б-5 среди неразбежные размены, кажется, да. А тут позиция белых настолько сильная, что они выиграют с помощью темы разрыва по флангам. Ж-4, да. И на столько центра силен, то они нам нужно отдать обратно. Если Б-7 просто Д-6 сразу, а на Ф-Е-7, значит, такой техничный вариантик, да. То есть, друзья, хочу объяснить шахматистам, кто смотрит. В шахматах, как правило, часто жертвуются пешки, даже фигуры, но в шашках ценность каждой шашки настолько велика, что для жертвы шашки надо обладать очень далеким точным расчетом. Как правило, надо все позиции просчитывать. Но в данном случае жертва видно, что она хорошая, да. Красиво. Ну и последнее в этой сегодняшней подборке, да, к юбилейной, получается. Очень эффектную партию Амриллаев выиграл у гроссмейстера Александра Викторовича Бурова из Нижнего Новгорода. Дело было в Самариканде в 1996 году на чемпионате мира. Дело было так, значит, А4, значит, ход на игру. Там белые тоже не ставят колы, а опять с насыщенной такой позицией, да. Интересная обманчивая тема, значит, черные пока контролируют ситуацию полностью, позиции белых требуют уравнения, да. Но вот на сцепке нашлась. Они играют А4, цепляя за отсталую шашку, там, Ж7, да, А8. И секрет позиции в том, допустим, что при прямой линейной игре там возможен перехват. То есть так вот играть не очень хорошо. Не очень хорошо, короче, из-за такого подхвата, допустим, и у белых приятная игра на охват. Потому что, скажем, типичный разменный заменяться из-за простого ударчика такого типа, да, все знают, да. Но это другие варианты тоже в пользу, как правило, в пользу белых, допустим. Вспоминается вот такой эффектный финал, скажем, такой эффектный финал. Значит, А6, пускай будет БЦ3. Временная жертва ничего особо не дает. Из-за такой, значит, темы, да. Напоминает первую партию, да, вот черные вроде бы временно пожертвовали шашку. Центр не работает. Если прийти сюда, то нападают. Все, я уже вижу комбинацию, да. Из-за такого вариантика и так далее. Это второстепенный вариантик. А самый красивый финал, конечно, когда нападают БЦ5, да. БЦ5, да. Старильный мотив мастера Каплана, да, еще там или Соковский, даже Соковский, 30-х годов еще. Красивый удар, что ли, такой, да. И двойной удар, да. Очень красивый. Да, двойной. Так, хорошо, значит. Вот мы к этому, понятно, для чего белые играют эту тему, допустим, да. Амрилайф этот нюанс, как и опытный игрок русской шашки, он знал, получается, да. И он не стал меняться прямолинейно, а сыграл точно ДЕ5. Белые все еще надеются быстро ровнять. Допустим, ходит АБ4. Оказывается, ход ЕД6, это сразу все упускает. Из-за скрытого ударчика такого типа. Сюда-сюда и в Е3 с полным равнением, да. Это неожиданный удар. Конечно, да. Но мы ДЦ5, мы всегда чувствуем. Мы ходим аккуратно, АЖ5. БА3, АЖ6, да. Вот, позиция аккуратная, требует, значит, белых осторожности, да. Допустим, ДЕ2 простой ударчик. А, ДЦ5, керосинку надо покупать, однако. Смотрите, белые сыграли ЕД2, перепутанные носковые варианты. Что они имели в виду под сходами ЕД2? Они, видимо, знали ловушку космейства Габриэляна, которая заключается в чем? На ЕД6, ФЖ3, ДЕ7 уход якобы с выигрышем черных. Ведь на ЕД3 не подерживают за размены, и удар стоит ДЦ5 и так далее. На самом деле это визу белых. ЦБ2, сумасшедший ход ЦБ2 выигрывает. Заставляя черных провалить ударчик, да, заставляя просто, да, и бить в дамки именно, да. А, и сбойный удар, короче-то. Вот такого ловушку Габриэляна заготовили белые, рассчитывая, что черные ее не знают, да. А черные, оказывается, знали и приготовили усиление. На ЕД2 они помонялись в ЦБ6, вот такой немножко трудный ход, убивающий опорную шашку, да. И белые растирались. Надо играть именно ФЕ3, там с аккуратной лечеей, ФЕ3 с Ф2. Они пошли ДЕ3, вот это уже плохо. ЦД2, БЦ7, ну, кажется, не так еще просто там, то есть, вроде бы, игра продолжается, при случае можно отскочить. Белые еще были полны оптимизма и так далее, а тут сумасшедший удар в G5. Старинная идея 40-х годов еще мастера Швиткова. Приходится бить этой шашкой, получается, да, сюда. Если сбить на Ф6, то ЦД4 и по любому бою выигрывает. Поэтому белые отчаянно пытаются так сопротивляться. Все равно красивый удар на весу с этой стороны. Ну, давайте пробуем сюда сбить, короче, да, сбили-сбили. И надеемся, что еще отскочит на ничью. Ну, тут точный ход совсем, да. И мотив такой, там, манчевая позиция, и ничьей-то, оказывается, нет. Так вот, Амрилайя блестяще выиграл, занял там третье место в том чемпионате мира. Вот это, наверное, самая красивая партия, да. Вот она, вот она, ребята, старая школа. Видите, то есть, старая школа, да. Спасибо, Евгений, за подборочку. Поздравляем Марадула Амрилаева с 50-летием. Как говорится, лучше позже, чем никогда. Ну и завтра, друзья, приглашаем всех на стрим турнира мастеров. 18.30, по-моему, по московскому времени. Спасибо, Евгений. 18 будет, просто 18, нет? Или 18.00, да. Традиционно, да. Да, традиционно. Будем спасать престиж, отбиваться от молодых волков. Потому что я выиграл годовые засчеты 20-21 года турнира мастеров. И сейчас пока тоже иду на первом месте. Но Щукин наступает, да. Опускать его вперед нельзя. Кстати, на секундочку, немножко вставлю себе пять копеек все-таки, да. Именно у Щукина мне удалось позавчера выиграть блестящую партию в таком прикольном дебюте. А, покажи тогда, да. Очень красиво. Смотрите, значит, выпал такой дебют. Щукина едет 4-5. Ее очень мощный ход атакует. Это филипповский колл называется. У белых преимущество больше по сравнению с обычным коллом, да. Да, друзья. Я выбираю реки ход такой. Евгений, тоже вставлю пять копеек. У черных позиция хуже. И преимущество белых, оно как бы не очень большое, но оно такое стойкое. Да. Очень тяжело играть. Потому что шашка вот находится на С3, а не на Е3, как в обычном колле, да. В поисках новой игры я хожу на Фе-5. Ход такой не сильнейший, конечно, но ходит какое-то оживление игры. Ну, с детской ловушкой там, походу, там, типа, что сюда нельзя играть, конечно, да. Ну, такое, конечно, в Щукин не попадается, но просто там походу так вот пошел. Щукин, друзья, это чемпион России, Гроссмейстер, Роман Шукин. АС-4 он правильно играет, и в Ж3 полный перехват идет, потому что нельзя не в Ж7 из-за ударчика, то есть такого, да. Либо, допустим, АЖ7 тоже проигрывает из-за простой темы перехвата. То есть, атаковать шашку в С3-5 смысла нету, а меняться невозможно из-за простого удара СБ-4, да. То есть черный приходит уже здесь думать чисто об обороне, получается. Единственный ход нормальный СБ-6, хотя бы так пристроится, да, и БС-7 на какую-то игру, допустим. Щукин разбивает позицию с хорошей игрой, да. Ну, вот из ничего начинаем фантазировать, там, вытаскивать на игру, да. Ученых силы разобщены, короче, но я цепляюсь за что? За маленькую слабость, пустоту на поле Ф2 и шашку Х2. Вот я таким образом поменялся, да. Он, значит, играет БА-3, сидит и атаковать шашку в С5. Это логично, если ходит, так? Я хожу в Е7, вот тут я идею уже, в принципе, увидел. Знакомый рисунок позиции для меня, поэтому идею я знал. Если так не знать, конечно, никогда не догадаюсь. СД-2 просится. СД-2 невозможно из-за детской ловушечки, что СБ-4 у датчиков, ЖФ-4 и ЕД-6, да. Это простейший мотив, да. Именно пока за это цепляются, да. Конечно, Щукин это видит, и он якобы выбирает выигрывающий план. Нападение резкой Х4. Темпа же нет у хорошего ученого, да. Приходится поменяться вперед. Тогда Щукин просто подходит, то есть детская ловушечка, да. И ЖФ-2 готов атаковать. Ждать невозможно, последний ход остался, да. То есть Абж-3 нападает с чистой совестью, ждут, пока черные сдадутся. Ведь закрываться же нельзя там из-за ударчика простого СБ-4. И С7 нельзя так далее. Как мою партию с Сергеем Батуловым и Скала очень похожим. Вот этой идеей мы и подвели. Сумасшедший удар Ц5-Б4, и молодой человек был явно в ступоре, да. Жалко, что идея была известна для меня, просто я под ней подвел. Там видел знакомый рисунок, да. То есть такой сквозной удар в обе стороны. Удар трапеции, я бы сказал, да. А как не бей, короче, белые проигрывают. Я бы назвал двойной удар. Куда не бей, везде проигрыш. Да, очень красиво. Вот, когда такого опытного молодого волка там удается так обхитрить, это, конечно, такое особое чувство, да. То есть, это не просто какого-то любителя, да, ритмового мастера. Опять-таки старая школа, потому что, по сравнению со Щукиным, я тоже старый пень уже, да. Существует три года все-таки, да. Да не, еще нормально. Да, ну, да. Есть еще форох в параховницах. Спасибо, да, Евгений. Спасибо, да. До свидания, друзья. Все, до встречи. Спасибо. Спасибо.